Пока Кий пьёт своё пиво, и в его мыслях образ собственной жены растворяется в пивной пене, буквально тонет в ней, лишь шлавливые ручонки взлетают вверх. Пусть считают, что жена Леокадия обитает там, далеко, в путинской Москве. Пусть думает. Она обитает не там. Она обитает на улице Сен-Лазар. Не на вокзале Сен-Лазар, а на улице Сен-Лазар возле станции метро Рамбуто. Там, где Бабур, он же центр Помпиду, где импрессионисты, где авангард, где студенческие очереди за книгами в библиотеку, где зеркальные окна мастерской Оскара Рабина, там, в Париже. Леокадия нежится. Она в объятиях. В моих. Телефонный звонок заставляет разжать объятия голым подойти к телефону мой напарник-компаньон Марсель, сенегальский стрелок. Ты скоро? Извини, Марсель, занят. Что-то случилось? Равнодушно интересует солиловый кафон. Он не подает мантов в петонах Сан-Франциско, а уже подсчитывает, сколько выручит в одиночестве без меня. За моей спиной в нашей копировальной мастерской, где три копировальных автомата и пять компьютеров, цена работ за которые два евро в час. Мастерская, Марсель, называть ее бюро. Во дворе дома, где я живу, подождет. Я слышу, как счетчик щелкает в его обрадованной голове. Женщина. Желаю успеха. Он вешает трубку, и я поворачиваюсь, чтобы снова упасть в теплые недра русской дамы Леокадии. Я веду Леокадию по море. Ее скудные знания французского не помеха не за то, мы ценим женщину, что она говорит, а за то, что делают. Чего я не ожидал от славянки и заснеженной рефии. Музей Пикассо. Мимо, дорогая, все есть в альбомах. Музей Карнавали. Зайдем, Лео. Я буду называть тебя так, как вашего знаменитого писателя Лео Толстый. Он и вправду был Толстый, или это псевдоним Толстой. Ах, Лео, трудно разобраться в кириллице. А вот и вагезы. Надо выпить кофейку. Свободный столик. Все занято. Но мир не без добрых людей, не без удачи. Спасительный взмах руки. Ах, эти взмахи руки над толпой, над простынями, над миром. Художник Че и его верная подруга Л. Двойная удача. Они русские. Пусть говорят в Солиокадии на своем языке, понять который истинному французу не в силах. Два кофе, мороженых и бокал красного. Давно не виделись. Не говорите, друзья. Знакомьтесь, ваша соотечественница. Лица вытягиваются. Соотечественников за рубежом лучше не встречать. Понимаю, сочувствую, но меня несет от хорошего настроения. У Леокадии в кошельке с шикарной оранжевой кожей. Такие кошельки продаются в Москве только в дорогих бутиках. И она купила себе именно такой кошелек. Имелся запас слов, выписанные на кусочек картона. Бонжур, вернисаж, мадам, мерси, месье, аванс, анонс, метро, рандеву, билетаж, визави, багаж, гараж, вагон, ресторан, театр, ну и так далее. А ревуар, пардон, сельвупле. Эти слова, привычные по переводной и классической русской литературе, не требовали особого запоминания. Они возникали в памяти автоматически. Они давно превратились из французских, сугубо в русские слова. Особенно салат оливье, бульвар, мармелад и натюрморт. В глубине души Леокадии считал мармелад немецким словом. Поскольку помнила из курса пропаганды, которую читали в университете, что мармелад появился в Германии во время Первой мировой войны, и будто немцы забыли его от головы. Такого представить она не могла. Не потому, что не сознавала понятие голода, а потому, что мармелад никак не монтировался в мозгу с образами голода. Как справедливо считала Леокадия, запас слов, выписанный кусочек картона, поможет ей в Париже, куда она сорвалась после того, как выпроводилась дома мужа. У нее тоже имелась путевка, она влюбилась в европейскую столицу с первого раза, и сегодня шла по Париже в третий раз. И как каждое счастье, ни одна рядом Морис, с которым познакомилась два года назад, и которому сразу же позвонила из отеля, и который оказался дома, больше всего боялась, что переехала или сменил телефон, и который пригласил к себе, о чем она мечтала два года. Признаемся ли, Леокадия не лишена романтических иллюзий в отношении Европы, из которой, ах, противное слово «который», а на два дня нет двое суток, ах, признаемся, не вылезает из постели. Но как закопотслушный российский гражданин, гражданка, пардон, позвонила гиду и сообщила, что пусть группа отправляется на экскурсию без нее. Продолжение следует...